Впервые репатриант Абазин по национальности Мурат Кнухов побывал на исторической родине, когда ему было 14 лет. С тех пор мысль о возвращении к истокам и жизни на родной земле не отпускала молодого человека, как и мысль о том, что нужно больше рассказывать о родине, миру. Так Мурат Кнухов в 31 год переехал в Абхазию. А в социальных сетях появился набирающий обороты блок, рассказывающий о народе Абаза. Абаза.Информ. Вообще моя мама, род ее из-за ула Абсуа, там живут ашхарцы. Отец из-за ула Красный Восток, Ашва, там Абазины живут. Наши предки именно по ашхарской линии, они все из Абхазии, переселенцы. Поэтому эта земля для нас родная. Мы себя здесь комфортно ощущаем и чувствуем, что мы приехали домой. Мой блок рассказывает о едином этносе Абаза. Я не разделяю нас на Абхазов, Абазин, мы один народ. Рассказываю о мероприятиях, которые проходят у нас, игры. Показываю, какие достижения наши спортсмены, к примеру, добиваются чего. Рассказываю о нашей жизни в прошлом и в настоящем. Также пытаюсь охватить традиции, обычаи нашего народа, язык. На странице Абаза.Информ Мурад ведет рубрику, которая называется «Дневник репатрианта». Блогер рассказывает о переезде в Абхазию. О жизни в Абхазии, конечно, поддерживает тех, кто хочет вернуться на историческую родину. Сейчас я хочу показать, как живут здесь репатрианты, показать их жизнь, показать, что Абхазия может предложить репатриантам, что здесь есть, какие здесь вообще условия для жизни. Вот именно об этом всем хочется рассказать и показать. Мы продолжаем рубрику «Дневник репатрианта», и сегодня мы поговорим о работе в Абхазии. Работы в Абхазии очень много, и здесь работают почти все. Причем работают не только на одной работе, кто-то и на двух, и на трех. Народ в Абхазии очень трудолюбивый. Ни для кого не секрет, что в туристической стране самый популярный и востребованный бизнес – это рестораны, гостиничные и туристические. Здесь постоянно открываются новые рестораны, отели, гостиницы. Здесь много туристических фирм. И многие люди из Абхазии летом работают именно в этих направлениях. Еще бы я хотел отметить профессии, которые весьма востребованы в Абхазии, например, как сантехники, электрики, сварщики. Это люди, которые постоянно нужны в Абхазии. Кроме того, в Абхазии, на мой взгляд, не останутся без работы опытные строители. Мурат переехал в Абхазию с супругой и двумя детьми. И одна из самых главных целей сейчас – выучить абхазский язык на своей странице. А база «Информ» он призывает к этому и других людей. Сейчас у меня главная задача, чтобы наши дети, ну мои дети, они выучили родной язык. Сейчас они ходят на курсы родного языка, также преподают им в школе, ходят на национальные танцы. И я тоже хочу обучаться именно абсфо-диалекту, выучить абхазский язык. И думаю, в ближайшем будущем это тоже произойдет. Комитет по репатриации оказал поддержку, он помог мне определить детей в школу. Также он поспособствовал, чтобы детей записали на курсы родного языка. Мне выдали карту репатрианта. В общем, я полноценный репатриант. Абхазию саму я знал. Я бывал здесь много раз, много читал, как вы, наверное, уже догадались, об Абхазии, о людях, которые здесь живут. Я выделил для себя то, что она очень разнообразна. Здесь много разных культур. Тут по улицам ходишь, встречаешь и сирийских абазов, да, и орданских, и турецких, и сабазашты наших, да. В общем, это прям красиво, это радует глаз. Еще хочу сказать, в Абхазии своя атмосфера. Она очень отличима от нашей, да, от северокавказской, да и вообще, наверное, от российской. У нас совершенно все по-другому, да, нежели здесь. Но я хочу сказать, ты быстро привыкаешь, быстро осваиваешься, так как, наверное, это место, потому что оно для нас родное. События, люди, праздники, все, что касается Абхазии, народа Абаза, можно найти на странице Абаза.информ. А еще интервью с артистами эстрады, спортсменами, видеоролики с красотами нашего края. Кстати, Мурату и его единомышленникам удалось создать сообщество, через которое несколько пар нашли свою судьбу. У меня в интернете есть такие же единомышленники, которые так же, как и я, занимаются нашим этносом. Их зовут одну Анжела, другу Марьяна, есть Эсма девушка. Вот мы создали сообщество на платформе Инстаграм, и там тоже искали молодые люди себе спутников жизни, несколько браков получилось у нас создать. Какие это браки, кто откуда? Если честно, я не знаю об этом, но знаю, что это Абазина и Северного Кавказа. Сегодня в познавательно-новостном блоке Абаза.информ около 22 тысяч подписчиков, и с каждым днем их количество растет. А при активной поддержке народа Абаза их будет еще больше. Ведь главная цель – рассказать миру, людям, а его непростой, но такой интересной истории и традициях. Рада, 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 гуща, рада, рада.